Ну что ж, дамы и господа, всем приветствуем, как обычно Дмитриевым продолжаем гонять. В 17-ю год считает, что это честь, да, Франц, по-моему, это великая вина, всё как обычно вон там. Японцы с немцами сражаются в море, всё как обычно, в общем, да. Ух, сколько китайцев тут. Прелесть просто. Так, а нам сейчас надо пробиваться к Франкфорту уже потихонечку. Я не знаю как, надо пытаться это сделать. Дядька Султан назвал там. Да, Дядька Султан же ещё вступил в войну. Его ещё не забудь. Так, какую-то войну вкачать. А чё он неизвестный стал? Мы же его в конце эпизода там увидели. Очень, очень странно. Будем укреплять республику. Одной дивизии, кстати, можно дать задание погулять до Константинополя. Заводы. Заводы надо на броневики. Я тут немножко с шаблонами за кадром занимался шаблонами, потому что, ну, не очень были некоторые. Пошлось их докачать. Блин, только сейчас было 94. И тут нати. Ещё завод. Ну, где-то мы уже верх имеем. Это хорошо. Практически радует. Тут даже можем сейчас выгнать противника. Ладно, это радует действительно. Хе-хе, давай, иди! Скорее! Давай, быстрее, быстрее. Дядька Султан, дофига войск имеет на три дивизии. Ну, дофига войск, я имею в виду призывников. Дофига у него. Ну-ка, там есть хоть кто-нибудь? Ну, кто-нибудь, давай захват. Всё, дядька Султан Крепатуре. Так, я у Британии свои земли попрошу. Вот эти вот, которые я только что приобрёл. Это моё. Понял. Я хочу у них мощности забрать. Чтобы можно было производством заняться. Ну, Кувейт это их личное. Где-то тут. Вот так, прошу. Ух ты, классно. Так. Семь заводов появилось теперь. Семь халявных заводов. Так вот, сделаем. Ещё пятёру. Давай. Максимум на автотранспорт, на броневике. Сколько мне там нефти надо? Три штуки. А, и надо ещё верфи запрячь на конвоя. А то конвоя всё меньше и меньше. Так, недостаточно. Нефть 7, но это как раз впритык. И тебе, товарищ Фаёль, не тут воевать. Там Хиджас уже всё почти. Тебе, товарищ Фаёль, надо в Болгарию. Потому что Болгария скоро заступится. Затройственный союз. Надо будет с ней как-то разобраться. Ух ты, пошли дела в горло. Везде зелёники. Ну вот, значит... О, ну давай 99. Ёл, ёл и палы, давай уже. Добивай. Гробаный броневик. Ну чё тебе надо ещё? Добивай. Вон там пробились. Одну позицию. Попробуй кавалерии втащить. Здесь сможешь, братиш. Супер! Мы сейчас, может быть, даже котёл сможем организовать в лучших наших традициях. Господи, неужели? Так, фабрики освободились. Построим здесь и в колониях. Надеть к султанских территориях не буду строить, потому что фиг его знает, как там. Кому это достанется в итоге, мы, может быть, ещё вторую мировую тут отыграем, если получится. Поэтому вот так. Заводы... А, два завода всё. Два завода вот сюда и наляжем. Надо больше нефти. Резина нужна? Нет, резина не нужна. Ну, нормально так. Исследовать поставлю самолёт... Энтак, нет, не самолёты. Поставлю вот эти штуки всякие исследовать. Прототип танка и там ещё что-то было. О, Германская империя теряет позиции пока. Господи, неужели мы её продавим? Наконец-то. Берите Дортмунд. Можно будет котёл пытаться сделать. Только берите Дортмунд. Тут до сих пор 99! Горе ты моё. Исследование разведчиков ещё можно качнуть. И заводы запрячь. Подобоводишь автотранспорта. Видимо, противник почти все свои войска... Нихуя, Наси. Противник почти все свои войска пихает к нам. Сейчас мы котелок устроим тут. Ну что, господа, я вас поздравляю. Дортмундский котёл случился. Они в окружении все. Так вот тут только дофига людей надо. Быть осторожней. Тут тоже котёл. Так. О, наконец-то Стразбург. Может быть, даже удастся взять. Стразбург, как меня поправили. В комментариях спасибо, Денис, большое. Так. Вот тут, я думаю, они уже добьют сейчас их. Надеюсь! Северное отправление в этом эпизоде меня очень порадовало. Всё, пробиваем. Они теряют своё снабжение. Сейчас окопаются в эстине. И всё. В итоге. Стразбург, может быть, и возьмём. Тут уже 82 показывает. Тут до сих пор 99. Ну чё ты... Чё ты такое? Почему ты стоишь с 99? Сейчас я атаку дивизии вкачаю. Не дай бог ты будешь мне в 99 стоять. Так. И мы защитим демократию нашу. Не, всё равно в 99. Это баг, что ли, такой? Ну, тупо 99-ку показывает. А тут давай. Так. Не казалось слишком легко. Всё, тем интересным личным. Сейчас ещё. Надо бы ещё в Штутгард пробиться. Это было бы клёво. Так, всё. Германия начинает терять, походу. Подожди. Нет, не теряет пока Германия свои территории. Ну, кроме Кёйнсберга. В эстине 22 дивизии попали в котёл. О, наконец-то Страсбург. Мы сейчас себе вернём. Лай. Тут немножко осталось. Хиджас капитулировал. А, свободные заводы. Давай последний. Вот как раз ещё. Притык. Так вот. И прототип танка. Я качать поставил? Нет, я уж забыл. Что я там качать поставил? Что не поставил? Так, кстати. Тут у нас планы подупорувшиеся. Некоторые пошли. Дядь капитен. Где-то. Дядь капитен тщетно пытается вот здесь что-то организовать. Дядька Жофр тоже где-то вот тут рядышком. Да? Дядька Фош. Дядька Фош сейчас добьёт оставшиеся в котле силы. Давай. На штурм пойдём. Дядька Фош потом отправится. И вот. И там же дядька Нивель. Да? После ликвидации этого котла можно будет попытаться нарисовать путь на Берлин. Коренной перелом начался. А чёртов Старсборг мы так и не взяли. Вот это забавно. Если честно. Всё. Сейчас добьём котёл. Всё меньше и меньше дивизий сидит. ТЫН-ТЫ-ДЫН. 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 ТЫН-ТЫН. 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 Товарищ Фош. Твоя задача... Выйти... Вот так. С Австровенграми мы пока ещё не сражаемся. Прям так кошмарно. Поэтому так. Товарищ Нивель. Тебе... Тебе чисто Берлин нам. Пошёл. Всё. Вынесли 99-ку. Наконец-то. Вот со Старсборгом пока не получается. До сих пор не получается. Стратегические бомбардировки цепелинами. ТЫН-ТЫН. Всё. Кайзер сейчас... Всё. Господи, Старсборг взяли. Так. Заводы давай. Заводы. Заводы. 1915 год. Дядька Султан облажался. Облажался Кайзер практически. Он все силы, видимо, там держит. Смотри, там 71... А. 71-дивизи где-то тут примерно. Он, короче, дофига людей держит здесь. Здесь же полный П. У него. Начался, да? Давай автотранспорт немножко. Шо надо? Резина. Вот так вот. Если бы дядь Капитен сразу же командовал бы наступлением общим, то получается Лафранц бы и выиграл. Этот баттл. Всё, тут никого тупо не осталось. Мы в котле большинства их дивизий. Положили. То есть, большинство за... Почему всё Бельгия-то? Бельгия. Ау. Алё. Не хочет тогда, да? Или хочет? Я надеюсь, что очень хочет. Простите купер на регион. Подожди. А, это не до конца ещё купили. Давай вот... Вот эти вот. Где сын без фаля? Вот так. Отправляю. Господи, неужели у меня наконец-то получилось что-то? Только сейчас будет забавно, если Бельгия в итоге выиграет. Всё. Почему практически всё стало Бельгией? Прям дичь какая-то. Мне в итоге эти регионы надо просить. Всё. Кайзерцы. Кайзерцы потеряли лям. Человек. И у них ещё 201 дивизия есть. Где-то. Ну, не, не 201. Максимум 201. На самом деле, тут среднее количество. Вот. Наш доблестный Ла Франс потерял 717К. Давай. Так. Не захочет мне Бельгия. Надо давать это чудо. Да, не хочет. Не хочет, зараза. Вот так. Столица улетела. Казерская в Мюнхен. Качали ремонтную роту. Давай. Давай что? Так. Роту обеспечения. Нет. Роты качать не буду. Теплепорт. Воздушная доктрина. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. 14-16. Стоятельство пока рано. Давай вот самолёты всякие качать. У нас ещё в резерве есть. 14 штук. Погуляй. Как там Кайзер-то вообще поживает? 69% капитуляции у него. Ну, я думаю, что мы в этом эпизоде вряд ли его добьём до конца. Да, всю силу свою, скорее всего, Кайзер держал именно вот тут. Сейчас сюда перетягивает большую часть своих войск. Ну, проблем... О, австро-венгерские войска уже сюда пришли. Так, а тут мы уже добьём. И дядьку Питена отправим на Мюнхен. Так. Заводы. Ух, Михаил Настя, у меня тут заводов появилось. В общем, давай винтовки нормализуем. В максимум. Так. И что ещё можно? Вот это в максимуме сделаю. Так. С ресурсами не проблема. Вот так вот. И немножко на самолёты. Так. Что мне надо? Пятёра нефти. Получи, распишись. Верфия. Так. Вот так вот. С конвоями. И нормас. Такие вот весёлые делишки. Я думаю, что этот эпизод закончим, когда дойдём до Мюнхена. Если, конечно же, не застопоримся. В очередной раз. Тут вон сербские силы тоже что-то пытаются задумать. Недобрая. Можно десант, кстати, попробовать, вместо того, чтобы на Болгарию готовиться идти. Это не точно. Это не точно. Ой, это Олешки начали пользу приносить. Прикинь. Вот это прикольно. Прикольно. Тут застопорилось уже немножко наступление. Пришли австрияки. Потому что, ну вообще, пустота святая была. Нюнберг наш, кстати. Если что, горчичный газ исследовал. Фазген это долго. Сухопутная. Можно доктрину преследовать. Можно пойти еще авиацию изучить. Надо больше авиации. Все, котлы сделали. Дядь Капитен. Давай-ка. Теперь тебе новое наступление намалюем. Тут вообще надо бы исправить, если честно. Планы все. А слушай, давай, наверное, такие сделаем. Сейчас я удалю все планы. Какие тут есть. Тут потому что фигня какая-то получается. Сейчас. Сделаем по красоте. Дядь Кфош. Ты будешь заниматься добиванием Германии на севере. Коль твоя армия северная. То есть тебе вот так надо намалевать сейчас. В районе Австро-Венгрии пока ничего не предпринимай. И задание тебе, в принципе, примерно следующее. Тебе надо будет захватить как можно больше немецких территорий вот здесь. Дядька Нивель тебе будет помогать. Но у дядьки Нивеля будет конкретное, наверное, задание. Сейчас посмотрим. Есть тут какие-нибудь... Нет, жирных городов тут действительно таких прям дофига нет. Давай тогда попробуем вот как. Дядьки Нивелю задание. Так. Так. Вот так сделать пока. Пытаться. Дядька Питен. Так. Дядьке Питену надо бы вот так вот намалеваться. И идти на Мюнхен. Ну и не только на Мюнхен. Вот это вот, блин, недавно. Я думал, капитуляция случится. И все будет окей после этого. Блин. Ну Бельгия, конечно, рисующаяся. Меня очень бесит. До сих пор Берлин не наш. Как будто его бельгийцы взяли. Вот. Так вот малюем. Так. И остался Жоффер. Товарищ Жоффер. Ему задание... Он первопроходец у нас будет. Он у нас начнет потихонечку продавливать Австро-Венгрию. Вот. Все. Военного опыта дофига. Давай, наверное, модернизируем броневики. На производстве, которое сейчас. Пежо АМ. Потому что у нас миллион опыта. Такого разного. Вот такие вот пежошки. За военный опыт мы приобрели. Так. Ну тут сейчас будут тактические перестановки. Возможно, мы профукаем какие-то позиции. Как-то иметь это в виду. О! Что-то интересное с пирамидами. В чем я, правда, сомневаюсь. В Австро-Венгрию начали давить реально итальянца. Итальянцы, чувствую, сейчас еще и на Мюнхен пробьются. Будет смешно. Будет смешно, коли так. Защитили демократию. С Мюнхеном пока не совсем получается. Надо еще всем прибыть на позиции. Исследование. Свобода слова. Свободные заводы. Последний свободный завод. Отправим. Что? Будем авиацию еще больше производить. Авиацию надо накапливать. Аэродромов что-то тут маловато. Есть в Гессене один. Западная Германия. У меня, кстати, отсюда вот 13 самолетов осталось. Так. Расформировать. И вернуть все в резерв. Давай-ка мы как сделаем? Давай-ка в Франкфурт. Сейчас. Всю возможную технику сюда. И задача превосходства. Превосходства. Все. Вроде бы запряг. Но мясо тут набежало очень неслабо. Поэтому... Будем верить и надеяться в Российскую империю. Которая пока контратакует. И контратакует успешно. Очень даже успешно, кстати. Сербушки тоже неплохо дерутся. Тальяшки тут уже нормально. Обладаются. Можно поставить уже обучать армию. Дополнительную. Коли мы имеем значительное преимущество. Винтовки. Надо дофига винтовок, конечно, еще иметь. Так, один завод у меня пропал. Надо будет завод восстановить. Так. Давай, набор размещения. Обучим дивизион пехоты. Где-нибудь здесь. В границах. В динамном объеме. Давай двадцатку. Или пятнашку. Давай пятнашку. И хватит. Потом, потому что будут ругаться, что мало людских ресурсов. Так вот. 755к потеряли мы. Немцы потеряли 1,17. Дивизии у них, кстати, стало вдвое меньше уже. Старая Венгрия сейчас главная угроза. Но они потеряли тоже очень много кого. Поэтому, возможно, следующий эпизод будет и финальным. Возможно. Но это не точно. Финальным для Первой мировой. А так посмотрим. Может быть и получится вторую тут как-то устроить. Я не уверен, что это будет реально. Да. Потому что революции в России, скорее всего, не произойдет. И, соответственно, коммунистическая угроза не появится. И Германия, скорее всего, будет всеми сгрызена. В итоге. В конечном. Поэтому пока я не знаю. Как тут дела? Да. Так что пока наша задача продержаться здесь. Пока наши союзники в ударе. Сейчас в ударе наши союзники. Они могут немножко вободаться. Вот. Так вот. А мы просто молодцы. Берлин в 1915 году взяли. Это вообще супер. Суперски получилось. Японская империя гасит немецких моряков. Кстати, как тут по процентам-то еще? 70% капитуляции. Люксембург никого не потерял. Удивительно. Но у них есть дивизия. Ика монгольское государство воевало. Российскую империю жалко. 3,34 ляма потеряли. Там вполне возможно, что случился бы ивент на революцию. Уже как мы когда за цен играли. Там в 16-м году уже революция случилась. Ну, в грамотных руках, когда Франция находится, революция в России отпадает, походу. Вот так. Так что наши ребята тут уже начинают отбиваться. Отбиваться очень здорово. Я думаю, наверное, тогда все-таки закончим. Потому что тут больше не от нас фактор, зависящий от союзника. Поэтому закончим на сегодня. В следующем эпизоде, может быть, вынесем Германию. А может быть, даже и Австро-Венгрию захватим. Ну, а это не факт. Пока. Рассчитываю, что, наверное, еще эпизода 3 будет война идти. Потому что... Ну, сейчас был у нас перелом коренной. Мы далеко, очень далеко смогли пройти. Но не можешь же нам так фартить вечно. Учитывая то, что людских ресурсов не так уж и много у нас. На этом закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, смотрите под видео. Всего доброго. Увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys. Субтитры сделал DimaTorzok